Архитектурная память Севера Монастыри, храмы, часовни С началом колонизации Севера начался приток населения на Двенскую землю. Тогда же, в XIV-XV веках, на Север переместился центр монастырского строительства. Одним из первых построенных здесь монастырей стал Михайло-Архангельский монастырь, созданный в XIV веке на берегу Северной Двены. В XV веке были основаны Соловецкий и Александро-Ашивенский монастыри. Несколько позднее Николо-Карильский монастырь, построенный на левом берегу Никольского устья Северной Двены. В настоящее время монастырь оказался на заводской территории Северодвинского машиностроительного предприятия города Северодвинска. В 1520 году в 19 верстах от Немецка на берегу живописного озера возник Антони-Вассийский монастырь. Всего к началу XVII века на Беломорском севере было уже 47 монастырей. Монастыри были опорой московского государства на Двенской земле, служили крепостями для обороны от наземных нашествий, являлись духовными, административными и крупными экономическими центрами. Имели свои библиотеки, занимались переписыванием священных книг, имели иконописные школы, где копировались и создавались новые иконы. Первые монастыри являлись центрами распространения христианской религии, впоследствии стали инициаторами строительства приходских церквей. При их участии в V веке было построено 19 церквей, в XVI веке 59 церквей, в XVII веке 175, а к началу XVIII века на Беломорском севере действовало уже 225 приходских церквей, которые распространяли и укрепляли православную веру среди населения. В числе религиозных деятелей русской православной церкви того времени на севере широко известен Аввакун Петров, русский писатель XVII века, один из идеологов старообрядчества и раскола русской церкви. А также архиепископ Афанасий, который с 1682 года был первым холмогорским архиепископом. В монастырях и исторических городах Беломорского севера, Архангельске, Каргополе, Сальвичегорске, Холмогорах, а также в крупных селах были сосредоточены замечательные ансамбли культовых монументальных сооружений, созданных самобытными русскими зодчими, северными мастерами-умельцами. В возведении храма русский человек вкладывал все искусство своих рук, красоту и силу души своей. Храмы Каргополя, возведенные в XVI и XVII столетиях, отличались тем, что строились не из кирпича, а из белого местного известняка и представляли из себя снежно-белые громады. Их украшает не очень сложный декор, разные из камня карнизы, оконные наличники и обрамления входов. На отдельных участках стен высечено тонкое каменное кружево, оживляющее их холодную белую гладь. Из сохранившихся архитектурных памятников деревянного зодчества особого внимания заслуживают ансамбли деревянных церквей села Лядины Каргопольского района, погост приморского села Ненокса, шатровые церкви села Яковлевское. Там, где церкви были редки и стояли друг от друга на несколько десятков верст, широкое распространение получили часовню. Большое число маленьких церквей и часовен расположено в глубинке, вдали от основных центров области по рекам Олеги, Мюзени, Ваги, Пинги и Накинозерия. Только Накинозерия имеется больше 20 часовен, которые подразделяются на сельские и придорожные, лесные и покосные. Многие из них имеют луковичные главки и звонницы. Кровли большинства часовен имеют легкий взлом, что придает им облик летящей птицы, делает часовни нарядными и изящными. Вкус и мастерство крестьян-умельцев проявлялись здесь полной мерой. К великому сожалению, многие памятники архитектуры не сохранились до наших дней, уничтожены, погибли или разрушены из-за небрежного отношения людей к своему историческому прошлому. Из многих монастырей более всего сохранился Соловецкий, частично Антоний Васильский, Николокорельский, Коряжинский и Веркальский монастыри, в которых многие постройки разрушены и находятся в аварийном состоянии. Продолжение следует...